МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Содружество независимых государств за годы своего существования доказало свою востребованность и эффективность. Партнерство в подобном многостороннем формате позволяет нашим странам решать актуальные задачи современности, последовательно расширять взаимодействие в различных измерениях. Накануне президент Республики Узбекистан Шавкет Мерзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в городе Санкт-Петербурге. На саммит прибыли также президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, президент Кыргызской республики Садыр Джапаров, президент Республики Таджикистан Эмумали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердемухамедов и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2023 год. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Следует отметить, что в настоящее время Узбекистан развивает сотрудничество с партнерами в рамках СНГ в трех измерениях в области политики и безопасности, экономической и гуманитарной сферах. Приоритетными задачами являются формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ. Важное внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на углубление промышленной кооперации, обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности. В последние годы Узбекистан активизировал свое участие в деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также присоединился к 23 отраслевым органам СНГ. В 2022 году товарооборот Узбекистана со странами Содружества увеличился на треть, создано более тысячи совместных предприятий. Сегодня президент Шавкат Мерзиёев вместе с главами государств-членов СНГ посетил Государственный русский музей в Санкт-Петербурге, где гости ознакомились с экспонатами и произведениями искусства, из собрания музея, а также провели неформальную встречу. На этом рабочий визит главного нашего государства завершился.